Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет мукбанг. Мы будем кушать три шаурмы, и здесь еще картошка фри. Я постараюсь все это съесть. Также я приготовила обычную воду. Холодненькая, прям обалденная. В последнее время я начала читать в интернете о свойствах продуктов. Я поняла, что газированные напитки очень вредны. Ммм, как это вкусно! Просто обалдеть! Здесь такой соус. Нереально просто вкусно. Это у меня с обычной курицей. Я в последнее время не покупаю донарь именно шаурма, извиняюсь, с мясом. Как-то поднадоела она мне. В последнее время вы можете заметить, что я закрыла комментарии. Хотела еще поговорить и на этот счет. Почему я это сделала? Некоторые комментарии меня очень сильно обижают. Иногда бывает такое, что я захожу вечером просто почитать комментарии. У меня так портится настроение, что я потом не могу заснуть. Поэтому кое-какое время комментарии будут закрыты. Да, когда комментарии закрыты, падает рейтинг видео. То есть видео не набирает тех просмотров, если бы комменты были открыты. Но я готова жертвовать просмотрами, лишь бы мои нервы не портились. Очень вкусно. Но вкуснее, если честно, шаурма. Я думаю, что я все трясею. Прям с легкостью. Сначала хотела сама приготовить. Потом не стала заморачиваться. Подумала, что все равно такая интересная шаурма у меня не получится. Получится обычная. У меня просто есть такая идея. Снять видео. Шаурма купленная, например, и домашняя. Но я в жизни не смогу так вкусно приготовить. Везде для меня шаурма, она не до соленая. А здесь прям пушка. Ммм. Вообще, идею этого видео я взяла у блогера. По-моему, ее зовут Верниева. Или Верняева. Я увидела, как она ест три шаурмы. Подумала, крутая идея. Надо тоже попробовать. Не знаю, у меня получится или нет, но она съела. Я просто не хочу нажраться. То есть, я всем столько, сколько могу. Ммм. 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 Обожаю. Макдональдс, KFC, шаурма. Обожаю. Еще тем временем я буду отвечать на вопросы, которые вы мне задавали в инстаграме. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Лаваш, смотрите, он прям зеленый. Кто знает тебя лучше остальных? Я не могу утверждать, что мои родители меня знают на сто процентов. есть какие-то вещи, которые я просто не могу или стесняюсь сказать родителям. Даже мой доход с ютуба. Я не говорю родителям, что я не знаю, что я там зарабатываю, но конкретно в долларах они не знают. Например, среди моих подруг, Фатя, например, знает до доллара, сколько я зарабатываю. Так же и я. Да, конечно, это не очень большая сумма. То есть из-за ютуба невозможно бросить работу. Можно как дополнительный заработок, как хобби заниматься ютубом. Но так, чтобы прям забить на все и чисто ютубом заниматься, пока что я не могу себе такое позволить. Обожаю вот этот конец шурмы. Здесь больше всего вот этого сока сырного соуса. Это прям очень вкусно. Мы отошли от темы. Кто меня знает лучше всего? Мне кажется, это асхватимо. Ну, еще у меня есть подруга Шелли. Она тоже меня очень хорошо знает. Вообще, мне всю жизнь всегда везло с друзьями. Очень редко было такое, что я натыкалась на каких-то гнилых людей. В основном меня окружали очень достойные люди. Я не наелась вообще. Могу еще штук 5 есть. Следующий вопрос. Как часто ты общаешься со своими родителями? С мамой каждые, наверное, 3 часа мы созваниваемся. Ну и также, конечно, дома я ее вижу. А вот с папой не настолько часто, как бы хотелось. Так как папа далеко. Но у меня у родителей замечательные отношения. Они не в разводе ни в коем случае. Иногда я замечаю, что в комментариях люди пишут, что у нее родители развелись и так далее. На самом деле, это неправда. Все замечательно. Супер! Это было просто нечто. Следующая шаурма. Это розовая. С какой стороны начать, даже не знаю. Где они покупают этот соус? Он нереальный. Она дает таким чесночным привкусом. Но не могу я так вкусно приготовить. Не могу. Дальше. Ты любишь оставаться дома одна? Если честно, у нас дома достаточно пространства, чтобы уединиться. То есть у меня есть отдельная своя комната. Есть еще одна комната, в которой никто не спит. Поэтому такой надобности в том, чтобы оставаться одной у меня нет. Но я бы однозначно не смогла жить в большой семье. Но если бы мне, например, сделал предложение парень, который планирует жить с родителями, я бы, скорее всего, отказалась бы. Потому что я такой человек, которому нужно пространство личное. Мне нужно место, где нужно снимать. И так далее. Нереально вкусно. Конечно, когда любишь человека, тебе не столь важно, есть ли у него жилплощадь, или какие у него материальные проблемы. Но эти аспекты тоже являются важными. Люди должны смотреть в одну сторону. Я считаю, что это очень важно. То есть нет такого понятия, что ничего срастется, ничего сойдутся характерами. Если бы ты собрала все деньги мира, на что бы ты их потратила? Все деньги мира? Даже не знаю. Но я очень трепетно отношусь к животным. Я считаю, что конкретно у нас в стране мало приютов для животных. Люди бегут и покупают породистых. Например, собак или кошек. Никто не идет в приют, чтобы осчастливить какую-то кошечку или собачку. Я считаю, что это очень плохо. Вкусная картошка. Такой интересный здесь соус. Это кетчуп и майонез в одном. Вкуснее всего соус вот здесь. У меня закончилась вода. Я сейчас за водой и обратно. Все, я притащила себе водичку. И мы с вами продолжаем. Вкусно. Я всегда пью очень много воды. Следующий вопрос. Часто ли ты смотришь новости? Не помню, когда в последний раз вообще включала телевизор. Я смотрю только YouTube. Даже если это передача, которую показывают по телевизору. Я ее смотрю в YouTube в удобное для меня время. Не понимаю, как раньше мы сидели. Ждали, пока закончится эта реклама. Покупали газету, где была программа. То есть, чтобы знать, во сколько часов будет какая передача. Представляете? Сейчас все намного проще. У меня даже мама телевизор особо так не смотрит. Единственная, кто у нас дома смотрит телевизор, это моя бабушка. Все. Очень сочная шаурма. И давайте следующий вопрос. Какие иностранные языки ты знаешь? Начнем с того момента, что русский язык уже для меня иностранный. Потому что это не родной язык для меня. Я по национальности рискинка. Я знаю лизкинский, азербайджанский, русский, английский. Но английский так, могу выйти из положения. И чисто знаю турецкий. То есть, я все понимаю по-турецки. Ну, азербайджанский и турецкий, они похожи. Поэтому было просто. Следующий вопрос. В какой сфере ты бы хотела стать знаменитой? Я заметила, что блогеры, когда набирают какую-то аудиторию, начинают петь. Как, например, Мариана Ро запела. Я никогда не планирую петь. Это вообще не мое. Я считаю, что если я начала блогерскую карьеру, то я должна и дальше идти блогером. Но с другой стороны, я понимаю, что всю жизнь просто есть на камеру я не буду. Я бы хотела заняться каким-то своим бизнесом. Но это в перспективе. Идем дальше. Как ты относишься к геям? Я отношусь хорошо. В том плане, что я не поддерживаю их, но я понимаю, что это тоже какая-то болезнь. И просто так на пустом месте люди не стали бы кричать, что я гей. Нужно с пониманием относиться к этим людям. Нельзя никого ненавидеть. Высказываться как-то грубо. Я считаю, что это неправильно. Некоторых геев я даже смотрю, то есть блогеров. Мне в принципе нравится. Они тоже имеют право на жизнь. То есть есть такое явление, раз столько людей говорят о том, что им не нравится противоположный пол. Может быть, вы меня осудите за это, но я не делю людей на нации. Я не делю людей по цвету кожи. Я считаю, что все люди они равны. И среди всех есть и хорошие люди, и плохие люди. Поэтому тут надо индивидуально смотреть. А если человек гей, это не значит, что он сразу прям такой плохой. Вода уже заканчивается опять. Мне надо в бутылку принести сюда положить. Ты веришь в настоящую любовь? Да, конечно, верю. Я считаю, что настоящая любовь существует. Я тоже любила в свою очередь. Вообще, без любви жизнь неинтересна, на мой взгляд. Пусть даже любовь нас иногда разочаровывает. Но пусть она будет в нашей жизни. Следующий вопрос. Ты сова или жаворонок? Я думаю, что это имеется в виду, что я рано ложусь спать и поздно встаю или как. Раньше я была совой, но в последнее время я жаворонок. То есть, в последнее время я постоянно сплю. и днем сплю. У меня даже вчера был такой день. Я с утра проснулась рано, в принципе, но потом где-то в 6 мне захотелось спать. И, представляете, с 6 до следующего дня где-то 11 я спала. То есть, я понимаю, что это как-то ненормально, но мне постоянно хочется спать. ничего не могу с собой поделать. Вот хочется и все. И следующий вопрос. Ты любишь в любовь с первого взгляда? Если честно, нет. То есть, как можно просто увидеть человека и влюбиться в него? Чтобы влюбиться, все. Ты должна знать о его характере кое-что. Ты должна привыкнуть к этому человеку. Даже если, например, парень хочет со мной познакомиться, увидев меня, например, 2-3 раза, меня сразу это как-то смущает, если честно. Я считаю, что любовь и чувство возникают в процессе именно общения. Например, можно влюбиться в девушку, с которой ты работаешь вместе или учишься вместе или, например, смотришь ее блоги. Но так, чтобы просто на пустом месте увидеть фотографию и сказать, что все, я люблю тебя. Мне кажется, это из ряда фантастики. В общем, как-то так. Я не стала прям наедаться, прям нажраться. Я съела столько, сколько я хочу. Я съела, можно сказать, две шаурмы и немножко осталось совсем картошки. Я просто не хочу заставлять себя дальше ездить, потому что я уже наелась. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. А с вами была Ика Эмили. Всем пока!